Девушки отдыхают Про Игромир Про Игромир Про Gamescom В общем, расскажи, как прошел Gamescom Вообще прошел очень интенсивно И интересно То есть в сравнении с 2014 годом Когда я там была в первый раз И когда бизнес-день было достаточно Свободно и спокойно В этом году уже очень сильно Ощущалось наличие большого Количества людей даже в бизнес-дни Очень сильно Усилили охрану Потому что косплееров Не пропускали с оружием Можно было наблюдать персонажей Любимых игр Ту же самую Ivy Fry из Assassin's Creed Которая ходила без своего оружия Потому что его отобрали на входе Попросили сдать И остальные тоже ходили Очень грустные и безоружные Но это было достаточно интересно Скажем так Было очень много красивых стендов Большая часть, конечно, была В формате коробок То есть та же самая Мафия, к примеру Было очень много Интерактивных стендов Где можно было Стать персонажем игры Либо сфотографироваться На тематическом фоне И многое-многое другое Ну то есть, конечно, очень и очень интересно и весело А с какими костюмами вы приехали? У нас были костюмы по World of Warcraft Это были как раз Бладельфы И Джандис Это одна из боссов Вововских Затем у нас были костюмы супергероев Стриперелла Супергерл И Шторм А также у нас были костюмы Из Третьей Диаблы Там была Шаманша Из Лиги Легенд И все Это все, что поместилось в наши чемоданы И прошло по весу А у вас отбирали что-нибудь на входе? Нет, мы потому что заранее переписывались С ребятами с Gamescom И спрашивали на тему оружия В связи с чем пришлось оставить дома К примеру, ту же самую доту Потому что нам сказали, что даже Бутафорские топоры Которые там, допустим, сделаны Из материала, который гнется, ломается И им даже при всем желании никого убить Ну то есть, их все равно отберут Ну то есть, из-за этого многие костюмы Просто остались дома и все Вместе с оружием И вместе с надеждами на красивые фотографии Слушай, а вот ты сказала Там были какие-то стенды Где можно было стать Одним из любимых персонажей Это как вообще? То есть, там гримировали? Или можно было Там такая огромная картонная стена была С изображением И можно было просто лицом туда всунуться И вас сфотографировали? Как это было? Нет, там томорезок там не было Там, допустим, на стенде Инжастис второго Была фотокабинка, где делали Гифовые фотки Ну то есть, соответственно Там четыре гифочки И то есть, на входе был огромный сундук Где можно было Выбрать себе Что-нибудь из аксессуаров Любимого героя То есть, там Лежала корона Вандервумен Что-то от Спайдермена было И... Ой, Спайдер, господи Простите, Супермена И от других героев Ну то есть, был разный стаф Который помог бы преобразиться В героя Инжастис Дальше На стенде Ассасин Скрит Была хорошая фотозастройка И можно было непосредственно Сфотографироваться В интерьерах игры У Близзард была Наверное, самая крутая фотобудка Потому что они положили оружие Из Вова Из Овервотча И из Старкрафта То есть, можно было как раз выбрать И у вас 360 Как раз вас фотографировали И присылали на почту Фотографии Облетные Точнее говоря Это, в принципе, можно гифкой даже назвать Но это было, конечно, очень круто У мафии У них был реализован Видеостенд Где девушкам Юношам Предлагали надеть Одежду тех времен На себя И с ними записывали Видео В котором, соответственно Они ходили Как раз по улицам Мафия 3 Какие косплееры там были И какие костюмы Преобладали И вообще Как ты оцениваешь уровни Там, грубо говоря Зарубежного косплея И тех, которые там были Было очень много Овервотча Ну, то есть На самом деле Очень-очень много Овервотча Потому что это тренд О чем мы как раз Разговаривали в прошлом Подкасте Затем Было очень много Лиги Легенд Потому что без Лигу Флэдженс Ну, ни один ивент Не обходится Без косплееров По Лигу Флэдженс Остальные Фэндомы Ну, как бы Были представлены Не так, чтобы обильно По качеству Ну, то есть По качеству Удивило только Несколько костюмов Это был победитель Прошлогоднего Близкона Товарищ Не помню Как называется Как имя персонажа Но персонаж Сходца У него Полностью кожаный доспех С тиснением С подсветкой И это выглядело Очень эпично И круто Затем Были как раз Уже на конкурсе Костюмов На Близкон Который проходил В рамках Геймском Там были Тоже ребята С хорошими костюмами Зари С хорошим костюмом Фары Варлок этот Тедвашный Ну, который Просто дымился И на него мы смотрели И плакали То, что Да, то, что Как эта девушка Вообще это смогла сделать Потому что То есть у Фары У нее там Двигались крылья А у Варлока Просто девушка идет И вся дымится Ну, то есть Это было очень круто И было еще Была пара Из Франции Они делали Красавчика И красавицу У них были полностью Светящиеся парики И просто Идеальный костюм Ну, то есть Впечатление было Что ребята Реально вот Вышли из игры Также встретили Наших косплееров Там была Наташа Ферсакова Кочеткова Которая нарга В простонародье Она привозила Банши Из Вархаммера 40К И как раз Она, конечно Покоряла сердца Души Потому что Это было просто Ну Это было Невероятно И Приезжал Товарищ Наш знакомый Из Киева Который победил Как раз В общем конкурсе Костюмов На Gamescom И в следующем году Поедет за счет Gamescom На Comic Con San Diego Алексей У него был Костюм Инквизитора Из Вархаммера Опять же 40К И это Тоже Ну, то есть Там очень детализированная Работа Которая, конечно Уделывает Просто всех Также В Cosplay Village Мы встретили Двух ребят У которых были Полностью Двигающиеся Трехметровые Костюмы Трансформеров Но ребята К сожалению По большей части Могли только стоять Потому что Передвигаться В таких махинах Это, конечно Очень сложно Если смотреть Непосредственно На уровень То Останавливали Очень сильно Нас останавливали Несмотря на то Что у нас были Простые костюмы Говорили то Что Очень качественно И очень круто Затем Очень много Как раз Фотографировали Именно Косплееров Российских Ну, то есть Тех, кто Российских И тех, кто Именно призера Больших конкурсов Потому что В целом Ну, то есть Они делают Косплей Для души Мы делаем Косплей Потому что Это просто круто Ну, конечно Для души Но это просто круто И мы стараемся Как говорится Вылизать все детали Потому что Российская комьюнити Жестока В плане того Что Ага Я вижу У тебя там Криво Сделано Руки У тебя Наверное Переломаны Были Когда ты Садился За этот Костюм Какой ужас Ну, это Правда Жизни Потому что Немножко Разные Отношения И в принципе Это Наверное Хорошо Потому что Это дисциплинирует И это На самом деле Выводят Наш Косплей Субъективное Мнение Заслуживало Слышали Там Будет Круто И после Я когда-то Затем Стилизованные Фото Зоны Где можно Было Сфотографироваться Вместе Со своим Персонажем Если у тебя Есть аккаунт На европейском Сервере У нас Такого К сожалению Счастья Не было И зато Со своим Персонажем Не смогли Сфотографироваться Можно Было Сделать Фото И тебя Превращали На нем В эльф Либо Еще В кого-нибудь Ты мог Посмотреть Как бы Ты Выглядел В игре Будь Ты Эльфом К примеру Стань Стань бы Ты Эльфом Было Как раз Очень-очень Много Всего Была Джессика Нигрина Открытие Которую Просто Она была В костюме Демонхантера И Ее Атаковали Не отпускали Она была Очень милой Общительной С радостью Со всеми Общалась Фотографировалась Раздавала Комплименты И сказала Что Она в курсе Что мы Очень сильно Ждем ее В России И Думает Ехать к нам Или нет Но мы надеемся Что она все-таки Преет Потому что Волшебная И очень приятная Девушка Легион Кафе Не разочаровал И когда мы На следующий день Пытались туда Прийти И прорваться Близзард Предупреждали То что Очереди Будут Неимоверные Мы не поверили И в итоге Когда мы пришли Туда В 7 часов Вечера Очередь Заходила За какой-то Там уже Второй угол Здания И мы поняли То что Наверное Да Наверное Мимо Ну тогда К твоему Нелюбимому Расскажи Что будет Какие у тебя планы Сейчас на будущее И как идет Подготовка К играмеру Ну Планы на будущее Грандиозные Надеюсь То что Получится Реализовать Но пока что Особо Спойлерить Не хочу Подготовка К играмеру Полным ходом Сейчас Идет Активная Аккредитация Косплееров На играмер Стенды Подбирают Самых-самых Красивых Моделей Косплееров И С учетом Того Какой был Выбор В прошлом Году И кого Выбирать В этом Году Видимо У нас Будет Очень Красивый Игромир Прям Вау Ну Собственно Много Всего Интересного И крутого О чем К сожалению Не могу Говорить Потому что Просили Не говорить Но Игромир Обещает Быть Прям Бомбическим Ну то есть Скорее всего Он даже Делает Прошлый год И очень Жаль Что на нем Не будет Варгейминга Ну Вот Если Именно По количеству Косплееров По сравнению С прошлым годом Растет Количество Желающих Кто Хотят Влиться В эту Тему Судя По информации Которая У меня Есть От ребят Которые Занимаются Аккредитацией Косплееров На Игромир Количество Желающих Очень сильно Увеличилось Ну то есть Намного Больше Чем Даже В сравнении С прошлыми Годами Единственное То что Улучшился Ли Уровень Непосредственно Производства Костюмов Здесь Я к сожалению Не знаю Потому что У меня К этому Нет доступа Нет Есть доступ Только к тому Что А у нас Стало Еще больше Заявок Ну то есть Я вижу только Те заявки Которые мы Отбираем Непосредственно На стенды И там Конечно Прям Вау Спасибо тебе За интересный Рассказ Я знаю Что у тебя Впереди Большие планы О которых Пока нельзя Говорить И надеемся Что когда Ты вернешься Ты нам Расскажешь О своих впечатлениях Ну я с радостью Расскажу Да Спасибо тебе Большое Вам спасибо С вами Весело Общаться До встречи До встречи До встречи